Всем огромный привет! Тема сегодняшнего видео про трансерфинг реальности или как изменить свою жизнь к лучшему. Кто знаком с творчеством Вадима Зеланда, понимает, о чем пойдет речь. Кто не читал книги Вадима Зеланда о трансерфинг реальности и не слушал аудиокниги, я немножечко вкратце расскажу, в чем дело. То есть существует во Вселенной огромное количество вариантов, пространстве вариантов, сценариев вашей жизни. То есть вы можете жить как очень плохо, так и супер хорошо. И сделать выбор можете вы сами. То есть вы сами можете выбрать себе свою жизнь. То есть вы сами можете жить просто как суперзвезда. Кажется странным, но я во многом соглашусь, что приводится, какие примеры в этих книгах. Например, чтобы выбрать себе правильную жизнь, посвящены все книги. Как же сделать этот правильный выбор? Надо, чтобы подключилось внешнее намерение. Что такое внешнее намерение? Напишите в комментариях, если вы знакомы с этой книгой «Трансерфинг реальности», что вы понимаете под внешним намерением. Я это понимаю, что тогда Вселенная, сама Вселенная начинает вам помогать. То есть у вас все складывается настолько хорошо, легко, быстро, просто, просто потому что Вселенная высшей силы вам помогает. Это просто как пазл складывается все. То есть вы на правильном пути. Например, вы ставите перед собой какую-то цель. Ну, чего хочет каждый человек? Вот давайте так откровенно. Что хочет каждый? Каждый хочет быть богатым. Даже если кто-то будет говорить, что это не так, я не хочу быть богатым, деньги не главное, то он что делает? Врет. Зачем он врет? Я не знаю. Врет или сумерит. Каждый человек хочет быть богатым, потому что деньги – это свобода. Прежде всего, свобода выбора во всем. Я не буду на этом останавливаться. Видео про деньги я снимала. Кстати, очень интересное видео. Кому интересно, послушайте. Так вот, чтобы быть богатым, надо вести себя как богатый человек. Я опять же в этом видео про деньги приводила пример конкретного человека, которого я очень хорошо знаю, который, в принципе, всегда вел себя как богатый. То есть у него уже была психология богатого человека. И за годы он действительно таким стал. То есть он тратил деньги, как хотел. Я не говорю, что надо тратить их безмозгло, поэтому если у вас там последняя пара баксов и пойдете куда-то ее профукать, это не есть хорошо и правильно. Но себя надо радовать, надо вести себя немножечко как богатый человек, в том плане, что позволять себе какие-то мелочи надо. Потому что мы многие привыкли жить экономно, мы экономим, мы ни на что не тратим, мы всегда откладываем, прижимаемся, мы себе всего жалеем, и это неправильно. Надо позволять себе какие-то маленькие радости, надо позволять себе тратить деньги хотя бы в мелочах, чтобы себя радовать. То есть цель может быть какая угодно. Возможно, у кого-то есть цель встретить там свою вторую половинку, наладить свою личную жизнь. И главное поставить правильную цель и выбрать правильный путь, по которому мы пойдем к этой цели. Вот я тоже с этим совершенно согласна, и с трансерфинга реальностью эта мысль. То есть цель может быть правильная, но путь к ней может быть неправильный. Например, я хочу выйти замуж за Ваню. Я так хочу выйти замуж за Ваню, но судьба приготовила мне Петю. То есть я в принципе хочу выйти замуж, это правильная цель. Неправильная цель такая, что я хочу выйти замуж за Ваню, когда мне приготовлен Петя. И именно с Петей я буду по-настоящему счастлива, но никак не с Ваней. То есть, понимаете, разные пути достижения цели. Вот о чем идет речь, и я с этим полностью согласна. Также, например, если я хочу стать богатым. Нет, не если я хочу стать богатым человеком, и я выбрала себе, допустим, такой путь, выйти замуж за богатого, найти себе богатого мужа или богатого любовника, да, может, этот путь неправильный. Если у вас не получается долгое время, у вас какие-то препятствия, но не складывается у вас стать богатым путем приобретения мужа богатого или любовника, скажем так, да, возможно, ваш путь к богатству – зарабатывать самой и быть богатой самой, независимой. Не зависит ни от какого засранца, быть просто богатой и зарабатывать. Подумайте об этом. Может быть, у вас начнет складываться именно на этом поприще – зарабатывание самой денег, да, то есть самые разные, может быть, пути, но это такие примеры. Вы проанализируете свою ситуацию и подумайте, может быть, вы идете не тем путем. Либо цель у вас неправильная, либо путь к этой цели у вас совершенно неправильный. Еще одна очень мудрая мысль, что надо уметь читать знаки, то есть путеводные знаки, которые сопровождают нас постоянно. Мы просто иногда невнимательны, мы не замечаем какие-то знаки, а их надо читать. Они ведь направляют нас на правильный путь. Например, собрался Вася ехать в гости. Вот уже договорился с человеком, к которому он приедет. Буквально за несколько дней себе спланировал, что он куда-то поедет. Потом бах, с ним происходит какое-то недомогание. И он в этот день не может никуда поехать. Он справляется легко с этим недомоганием. И если он поедет в гости, то это будет ошибкой. Возможно, что-то нехорошее там произойдет. Возможно, это даже будет как-то опасно для него. Что-то, может, зависть какую-то вызвать от того человека, к которому он собирается, какой-то негатив будет на него направлен, все что угодно. Но если он прислушивается к этому знаку, почему у него появилось это легкое недомогание? Возможно, потому, чтобы он не поехал в гости. Может быть, дело все в этом? Когда кто-то идет за спиной, я не могу. Меня это сбивает, поэтому приходится останавливаться. Так вот, то есть надо считать знаки. Возможно, с ним произошло это недомогание, как пинок от вселенной. Эй, слышь, Вася, тебе не надо туда ехать. Просто-напросто тебе не надо ехать в эти гости. Не едь туда. По какой-то причине этого делать не надо. Но такие вот знаки, самые разные. Когда у вас все складывается хорошо, вы что-то решили, спланировали сделать. У вас все идет как по маслу. Да, это тот самый знак, что да, вы идете правильной дорогой, делайте это дальше. Либо когда вы что-то запланировали себе, какие-то препятствия у вас, что-то у вас не получается, может, стоит от этого отказаться, это и есть такие знаки. Или, например, вы не можете сделать какой-то выбор. Допустим, вы собираетесь поступать, вы себе выбрали три специальности, три факультета, вы никак не можете определиться, ну куда же, куда же мне идти. И тут на улице или где-то вы слушаете какой-то обрывок чужих людей разговора, обрывочный разговор, какую-то фразу, какое-то слово, которое наталкивает вас на то, чтобы сделать этот правильный выбор. Это тоже самое есть. Знак. То есть вот такие вот моменты. Надо быть внимательным, надо присутствовать здесь и сейчас и как бы, ну, немножко смотреть по сторонам. Быть просто внимателем. Вот и всё. И, возможно, вы не пропустите тот самый знак. Ну, это так вкратце, конечно. Что я хочу сказать, с чем я не согласна. Вот я помню, например, что Вадим Зеланд советует быть всем сыроедами. То есть есть сырую пищу. Ни жареную, ни вареную, ни пареную, только сырую. Ну, я с этим не могу согласиться. Ну, тут, как говорится, каждому своё. Может, для кого-то это и очень здорово и замечательно. Опять же, речь идёт о том, что если у вас есть энергия, чтобы слышать, слушать, чтобы жить, если у вас эта жизненная сила имеется, то, в принципе, вам не надо быть сыроедом. Вот тоже я с ним с этим соглашусь, что всё дело в энергии. Если вы чувствуете, что вы полон энергии, то вам ничего, это не надо. Но если вы чувствуете, что у вас совершенно нет сил, совершенно нет энергии, он советует просто стать сыроедами. Больше употреблять пищу, ну, сырое что-то, да, может быть, овощи, фрукты, вот в этом даже плане. Ну, может быть. Опять же, говорю, это подойдёт не каждому, но лично мне это не подходит, допустим, да. Хотя я, в принципе, люблю сырую пищу. Это овощи и фрукты. Ну, там имеется в виду полностью стать сыроедом. Вот это, пожалуй, единственный момент, о котором я помню, что мне как-то он так себе не очень зашёл. Но все остальные моменты про эти знаки, про то, что можно выбирать себе, что можно как бы делать этот правильный выбор в плане того, что когда, например, душа и тело у вас поют в унисон, вы что-то себе решили сделать, и всё кричит в тебе. Да, да, это то самое, значит, вы идёте правильным путём. Но если вас что-то царапает в душе, как он говорит, что разум сомневается, анализирует, а душа, она знает. Она точно знает, что вам надо и что вам не надо. Так вот, если душа и разум в унисон поют, кричат вам, да, то есть вы делаете всё правильно, вы на правильном пути, да, уже дело, которым вы занимаетесь. Если вы ликуете просто, вам это всё в кайф, значит, да, вы на правильном пути. Но если вас что-то царапает, да, то есть что-то, какая-то такая, знаете, вот сомнения какие-то у вас есть, может что-то не то, не так вы себя уговариваете, да нет, нет, всё правильно, прислушайтесь. Возможно, это действительно не так, ваша душа вам кричит, она же не может вам сказать, она может просто кричит вам, что это неправильный путь. Вообще, очень интересны эти книги, кому интересно, почитайте, потому что я с огромным удовольствием читала, потом слушала аудиокниги на том же Ютубе, всё это есть. Это всё очень интересно, и если так вот проанализировать даже некоторые ситуации собственной жизни, и так вот, ну, прислушаться, может быть, к себе, так вот со стороны на всё посмотреть, возможно, в этом есть что-то, доля правды. А я желаю всем быть счастливыми, изменять свою жизнь к лучшему, и жить только так, как вы хотите. Пока и удачи во всём! Субтитры подогнал «Симон»